Независимая рабочая группа по изучению обстоятельств и условий возможных нарушений антидопинговых правил спортсменами из Чувашии обнародовала результаты проверки. Напомню, эту группу создали по инициативе правительства республики после того, как летом Русада сообщила о нарушениях в одном из наших спортивных училищ. В рабочую группу вошли спортивный юрист, бывший следователь по особо важным делам и специалист по допинг-контролю. Причем все они до этого к Чувашии не имели никакого отношения. Проверка продолжалась 4 месяца. За это время группа пришла к выводу, допущенные нарушения не свидетельствуют о системном сбою в работе Минспорта, Минздрава Республики и правительства в целом. В данном случае невозможно говорить о какой-то поддержке стороны региональных властей, какой-то там системы, употребления, применения запрещенных методов и так далее. Мы не обнаружили никаких объективных или сколь-нибудь достоверных доказательств того, что региональные власти, в частности Министерство охранения и Министерство спорта, участвовали целенаправленно в том, чтобы вот такая некая система применения запрещенных методов вообще появилась и как-то поддерживалась. По мнению всех членов группы, виной всему стал катастрофически низкий уровень квалификации спортивных врачей, которые назначили атлетам обычные препараты типа физраствора и глюкозы в дозировках, не применяющихся у спортсменов. Об использовании запрещенных препаратов речи не было, такие факты не выявлены. Рабочая группа подготовила рекомендации для тренеров, спортсменов, сотрудников здравоохранения, органов госвластия, которые будут детально изучены. Подробнее ситуации о том, что содержится в докладе рабочей группы, расскажем в ближайшее время.